Альберт Эйнштейн сыграл ключевую роль в создании квантовой механики благодаря теории фотоэффекта, но остался глубоко обеспокоен ее философскими следствиями. И хотя большинство из нас до сих пор помнят его завовведение формулы Е равно МЦ квадрат, его последним великим вкладом в науку была работа 1935 года, написанная в соавторстве с молодыми коллегами Борисом Подольским и Натаном Розеном. Рассматриваемое как странное философское примечание в 1980-х, эта статья об ЭПР недавно стала центральной для нового понимания квантовой физики, описав странный феномен, сейчас известный как запутанное состояние. Статья начинается с рассмотрения источника, который выбрасывает пара частиц, каждая из которых обладает двумя измеримыми свойствами. Каждая из этих измерений имеет два возможных равновероятных результата, пусть будет 0 или 1 для первого свойства и А или Б для второго. Как только измерение выполнено, последующие измерения этого же свойства в той же самой частице будут давать тот же результат. Странное следствие этого сценария состоит не только в том, что состояние частицы остаётся неопределённым, пока оно не измерено, но в том, что измерение обуславливает состояние. Кроме того, измерения обуславливают друг друга. Если вы определяете, что частица находится в состоянии 1 и дальше применяете второй тип измерений, у вас будет 50% вероятность получения или А, или Б. Но если вы повторяете первое измерение, с вероятностью 50% вы получите 0. Хотя согласно предыдущим измерениям, частица уже находится в состоянии 1. Так что переключение между измеряемыми свойствами влечёт за собой оригинальный результат. Показываем новую случайную величину. Всё становится странным, когда вы смотрите на обе частицы. Каждая частица будет давать случайные результаты, но если вы сравните две, вы обнаружите, что они всегда идеально коррелируют. Например, если обе частицы измерены на нуле, отношение всегда будет удерживаться. Состояние двух частиц запутаны. Измерения одной покажут вам измерения другой с абсолютной точностью. Но эта запутанность, кажется, бросает вызов теории относительности Эйнштейна, потому что нет ничего, что бы ограничивало расстояние между частицами. Если вы измерите одну в Нью-Йорке в полдень, а другую в Сан-Франциско наносекундой позже, у них всё ещё будут совершенно одинаковые результаты. Но если измерение обуславливает величину, значит требуется, чтобы одна частица послала другой что-то вроде сигнала, со скоростью большей скорости света в 13 миллионов раз, что, согласно теории относительности, невозможно. По этой причине Эйнштейн отделался от запутанности, назвав её шпукафте фейверлунг, или призрачным действием на расстоянии. Он решил, что квантовая механика должно быть неполная, простое приближение к более глубокой реальности, в которой обе частички находятся в предопределённых состояниях, которые скрыты от нас. Приверженцы ортодоксальной квантовой теории под предводительством Нильса Бора, подтвердили, что квантовые состояния являются фундаментально недетерминированными, и запутанность позволяет состоянию одной частицы зависеть от состояния её отдалённого партнёра. На протяжении 30 лет физики оставались в тупике, пока Джон Белл не сообразил, что ключ к проверке аргумента за ЭПР рассмотреть случаи, включающие разные измерения двух частиц. Теория скрытых параметров, предложенная Эйнштейном, Подольским и Розеном, строго определяла, как часто можно получить такие результаты, как 1а и b0, потому что исход должен был быть ясен заранее. Белл показал, что при чистом квантовом подходе, где состояние действительно не определено до измерений, имеет разные границы и предсказывает смешанные результаты измерений, что невозможно при предопределённом сценарии. Как только Белл разработал способ проверки аргумента за ЭПР, физики сделали это. Начиная с Джона Клостера в 70-х и Аллена Аспекта в ранних 80-х, предсказание ЭПР было протестировано в рамках десятков экспериментов, и все обнаружили одну и ту же вещь – квантовая механика правильная. Корреляция между неопределёнными состояниями запутанных частиц реальна, но не может быть объяснена более глубоко. Статья об ЭПР оказалась неправильной, но привела к превосходным результатам, заставив учёных задуматься об основаниях квантовой физики. Она привела к дальнейшей разработке теории и помогла запустить исследование квантовой информации, процветающей сейчас в сферах с потенциалом создать компьютеры с ни с чем не сравнимой мощностью. К сожалению, случайность результатов измерений препятствует развитию научно-фантастических сценариев, вроде использования запутанных частиц для отправки сообщений со скоростью больше, чем скорость света. Так что теория относительности пока что в безопасности. Но квантовая вселенная гораздо более удивительна, чем хотелось верить Эйнштейну. Чтобы поделиться этим видео в социальных сетях, просто кликните на нужную иконку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok